Звание спасателя получили студенты Рязанского государственного медицинского университета имени Академика Павлова. Более 20 молодых людей и девушек решили посвятить себя служению людям и не побоялись работать в полевых условиях. Заветные книжки будущим героям вручил заместитель начальника главного управления МЧС России по Рязанской области Дмитрий Юдин. Самое главное, что всех людей, которые работают в спасательной службе, объединяет одно – это неравнодушие к жизни людей. Поэтому я вам очень благодарен за то, что вы именно неравнодушны к жизни людей и готовы всегда прийти на помощь. Отряд «Салюс» Рязанского государственного медицинского университета имени Академика Павлова был сформирован менее года назад. Однако молодые люди уже помогали искать людей и оказывать им первую помощь. Безусловно, Рязанский медицинский университет все руководство выполняет чувство гордости за то, что именно здесь неравнодушны для спасателей студенческий корпус. Теперь лучшие студенты – пять человек, которые прошли квалификационный экзамен – вошли в реестр спасателей Российской Федерации. Остальные получили членские билеты Корпуса спасателей России. Каждый врач, каждый медицинский работник – он спасатель по определению. И имеет ли он эти навыки или не имеет – вот это большой вопрос в той ситуации, когда их надо проявить. Приходить на помощь, жертвовать в соборе, быть чувствительным к боли, уметь в любой момент встать и пойти туда, где ты нужен – это черты врача. Прочувствовать торжественность момента и ответственность за новые возможности студенты Рязанского государственного медицинского университета имени Академика Павлова смогли во время произнесения клятвы. Возлагать на себя ответственность за жизнь товарища, работающего с нами, перед его семьей и своей совестью. Клянемся! Достойно переносить трудности, быть честными и мужественными и отзывчивыми. Клянемся! Клянемся! Софья Пономарева учится на третьем курсе отделения клинической психологии. Девушка еще со школы решила, что пойдет работать в МЧС или военные структуры. Поэтому уже сейчас учится оказывать помощь в экстремальных и кризисных ситуациях. Долгожданно. Особенно, когда знаешь, сколько шел ты к этому, сколько ты тренировался. В первую очередь, это физическая подготовка. То есть, люди со слабым физическим здоровьем чисто не могут оказать медицинскую помощь. Также это теоретические и практические навыки именно уже по самому оказанию первой помощи. Ну и, конечно же, это подготовка моральная. Девушка на практике оттачивает свои умения. Она и другие ребята из отряда САЛЮС, помимо основной учебы, три раза в неделю занимаются специальной подготовкой. Ведь спасение людей требует от врача максимальной самоотдачи и безупречных навыков. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».